ЖК Олимп. Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. И традиционно вначале расскажем о том, какую погоду ждать нам в течение этой недели. Слово нашему эксперту Наталье Сердитовой. Добрый вечер, Наталья Евгеньевна. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые клинчане. На этой неделе нас ждет переменная погода. Связаны эти перемены с тем, что происходит борьба между различными атмосферными процессами, областями низкого и высокого давления. И вот с этим связана неустойчивость в атмосфере. Сегодня еще довольно тепло. В дневные часы плюс 4, ночью плюс 1 градус. Ветер западных направлений 5-6 метров в секунду. Однако с завтрашнего дня характер погоды в регионе будет определять область высокого атмосферного давления, скандинавский антициклон. Ветер поменяет свое направление на северное 3-4 метра в секунду. И в дневные часы, а также и в ночные температура будет понижаться. Самым холодным днем на этой неделе будет среда. В дневные часы минус 4-5 градусов, а в ночные столбики термометров опустят до минус 15. Ну и такими же прохладными окажутся четверг и пятница. И только к выходным дням температура воздуха достигнет своей климатической нормы. То есть в дневные часы 0, плюс 1, минус 1. Ну а в ночные часы небольшой минус. Однако я вас порадую тем, что облака не будут столь плотными. И мы все-таки будем наблюдать весеннее солнышко. Поэтому контраст между дневными температурами именно с этим и будет связан. Потому что роль одеяла облака выполнять не будут. То, что касается атмосферного давления. Атмосферное давление сегодня еще ниже нормы 739 миллиметров тутного столба. Однако медленно начинает расти. И к выходным достигнет почти своей нормы в 750 миллиметров тутного столба. Осадки, вероятно, в течение всей недели. Но очень небольшие, несущественные. И в виде снега, потому что температура будет отрицательная. Я желаю всем удачи, хорошего настроения. С вами всегда Тверской государственный университет. Ну что ж, спасибо. По ночам еще существенно холодно. Спасибо.